итак всем привет с вами владимир вольский и муслим я думаю это может быть или отдельная серия или продолжение нашего в общем-то существование жизни в одессе так сказать и мы сегодня решили полакомиться тем что было в холодильнике да ну если же война как бы да надо все из морозилки убрать то что света если не будет то она все пропадет и время дошло до вот такого теста это самое простое которое продается пол килограмма сколько стоит уже хрен пойми покупалась давно я его разморозил и у нас будут пирожки с сосисками от гармаша вот сосиски первый сорт семьдесят пять восемьдесят пять восемьдесят процентов мясной сыровыны значит сырье сырье и чего ну короче сырья какого-то да пускай будет короче не настоящее это мясо сосиски знаете как говорят 100 лет на магнит скорее всего это плюс-минус таких кита простые молочные сосисочки и от смысле у него была тренировочка а после кпр мы решили набить чрево так сказать так что попробовать приготовим пирожки дома и покажем как это делать в такой вот холостяцкой мужской компании будет у нас сосисочная вечеринка сосиски будут в тесте сегодня они проникнут в тесто мы потом их поглотим надо найти тесте и не вас догнать сосиску черный юмор ну что же давайте же чего там тогда короче тесто мы с ним немножко сосиска открыл немножко теста ну вот видите она даже в этом в целлофанчике сделано но тут такая идея вот типа хотя бы половинку его отделить и потом еще несколько частей то что нужно его сделать тоненьким вот ну вот да вот раскрываю пока не поздно вот это тесто а теперь ножом короче какую-то часть нужно отрезать все равно в принципе какую ну отпускай там такую да к примеру и потом вот эта часть будет раскатываться ну просто разделить да можно еще разделить мы сразу разделим и смысл это да конечно короче вот так происходит вот это все и власт да не знаю правильно ли мы это сделали или нет ну идея как бы вот такая чтобы она была просто удобно тесто нужно разрезать эти вот это когда которая с магазинов она уже удобно тесто листовое значит оно будет листами продается над листами это не знаете что оно слоеное значит он листами продается мне так кажется ну короче не стоит слоеное тут же вот это вот нет это написано листовое скорее всего они имеют ввиду вот этот вот лист а может что-то другое вот но это чтобы она не липла ну и скалкой скалкой смысл просто его по потоньше сделать можно даже наполовину на на разделите счет каждую колбасу ну вот так что мы раскатываем и внутрь будем запихивать сосиски на на скорее сюда же по половинке сосиски чтобы было вообще хорошо там муслим катает а я тут сосисочку вот так вот что-то нож надо поточить смотри или или шо или пластик пластиковая штука видите такая вот сосиска неизвестно из чего даже она сделана вы знаете из чего делать сосиски 80 процентов чего-то там похожего на мясо остальное хрен пойми что вот эти 20 процентов и делают ее такой странный в принципе кетчуп он все решает кетчуп улучшает да ну вот даже можно так не муслим это толстый ты проклянешь все давай потоньше ну да сможешь даже вот эту загадку не пойдет ну да мы так обернем хорошо ну все часто да прямо на ваших глазах видите как мы стартанули видео и сразу началось о так то ты часто их ешь я смотрю попочку так наискосок вот так вот и закручивая короче понял чтобы она не одним виточком залазила на этот да как то так вот ну да да продолжай продолжайте хорошо получается такая куколка пускай папка даже торчит не обязательно запечатывать и здесь вот сожми руками чтобы нам было это не бы конечно потоньше да вот так вот надеюсь ты помыл руки потом сюда тоже муки не муки сначала сделала так рукой тоже красиво так примут и рука так к роду они так о но ты тут и умеешь и все так оп и сюда 1 1 1 видите даже как будто бы мы еще ничего не испортили и сейчас вот сделаем покажем вам все всего у нас прошло шесть с половиной минут пять чем мы сделали первую штуку заметьте мы быстро работаем не пробьешь как говорится талант не уверен конечно что так нужно делать мыслим да ну а мне кажется она должна быть очень тонкая и возможно мука на прошлое обмазалась а на этого не хватило дощечку на как то такая вот идея вот вторая пошла вход вторая пошла вход конечно муслим уже забыл что наискосок ну да ладно главное хорошо начать закручивать ну пускай вот немножко сделать чтобы еще потом на половинку осталось вот половинка еще давай и ножом просто да ну можно было что отрезать но да ладно но если треб но хотелось до такого зверства немножко сделать уже но все по видите мы тут уже три колбаски сделали маленькую тоже могут закрутим маленькие более эстетичные понимаете будут взял и можно сразу даже в рот засунуть и попробовать проживать а я тем временем видите очищаю сосиски что тесто моё конечно больше у нас чем сосисок но ничего у нас все получится идея собственно простая оказалось что у нас сосиски начали заканчиваться и собственно сосиски начали заканчиваться вот эти вот и мы решили вернее я решил а мыслим еще не знает что я решил сделать по другому я возьму нож разделю сосиски мыслим показывает я их разделю вот так вот сделаю им вот такие лапки дети любят когда лапки делать я был когда ребенком я был просто в восторге ну вот и маленький кто-то типа этого потом естественно возьмем муку и сделаем тоненькая тоненькую раскаточку такую конечно тонкая тесто должно быть во первых это экономия теста тоже можно больше начинки завернуть чтобы не есть одно тесто вот и какой плоский получается вот видно он на просвет просвечивается муслим а ты вот такими практически делал толстыми но тоже просвечивается но да ладно шучу конечно шучу вот соответственно берем сосисончик и начинаем его обворачивать а в этот конечно не получится его обвернуть вот так сильно видно да не видно вот вот так можно завернуть от некрасиво будет мне не нравится так ну тогда уже этот завернем вот так а те ножки нужно было чтобы они были видны так тогда разделим тесто даже так вот теперь оно получилось даже слоеным как видите несколько слоев было и вот эти штуки их они обгорят или подрумянится посмотрим и получилась вот такая изящная сосисочка номер раз тесто у нас теперь становится все еще больше и попробуем еще вот такой эксперимент сделать с половинкой сосисочки вот такой вот покрошить ее может на сковородке это для того чтобы лучше прожаривалась не знаю видите можем и сосиски делить на мелкие такие пирожки и тесто делить и несем все это с вами сюда вот мы такие они муслима как сигары такие похожи видите а у меня они как маленькие такие штуки но никогда прожарится там вообще непонятно будет что ну и все вот я как-то вот думаю такую вот идею придерживаться всего этого как-то вот так потоньше делать то что толстое тесто оно потом когда раздастся вообще ух будет некрасиво ну и конечно нужно все нам приготовить на кухне для съемок я вам скажу для съемок приготовить какие-нибудь там подсветки какие-то она постоянно руки не доходят постоянно но может быть в этот день мы даже сделаем по-другому вот видите есть специальная на машин для закатания теста для закатания губ губа закатательный как то так вот можно по одному можно типа получается несколько слоев будет в этом пирожке эти слои будут реально уже ощутимы кстати так можно пробовать сделать короче с тестом можно лепить все что ходить хоть чебурашку слепить понимаете эти были ну предположим что мы какую-то часть их уже сделали теперь мы их засунем в духовочку мыслим ты че надо же все на другой подвинь сделать опача ну тут их конечно лучше разделить чтобы они себя вели хорошо что слипнуться будет нехорошо яйца интересно есть у нас ну смысле в смысле в этом вот вот последнюю сосисочку уложили и у нас осталось тесто я начистил яблок тут нашел на кухне яблоки и вот так вот их накрошил думаю столько то большое на хотя не вот такое нормально раскатаешь посмотрим что дальше будет и у нас будет еще яблочных парочку как минимум до муслиму хорошо получается продолжаем катать тесто он же наловчился теперь когда пойдет на войну если то самое упросят может работать поваром скажет у меня коленки болят мне боков нельзя зато поваром можно будет я умею делать пирожки с тестом что еще мы там делали шашлыки умеют картошку запекать в микроволновке вот это все и так и на кухню и попадет мы с ним короче но достаточно не было теста на момент этого она поэтому липнет скалочка без теста тоже и надо чтобы он закрылся типа понял если это не получится туда можно это оставить отдельно еще одну раскатать и сверху наложить и просто краешки залепить будет вот так да главное чтобы на края не попадал иначе не склеится такая давайте идея ну хорошо но о чем закрывать тоже и будешь правильно зачем ты закроешь сейчас но это для меня загадка пока что все выправы надо только сахаром еще насыпать не знаю мыслим где сахар вот сюда с польши вот это ты бы это туда руками не лес конечно с мукой сахар как раз с яблоком карамелизируется но это сахар да да это сахар ну просто не знаю что там на польском написано было ну давай жги вот это конечно божественная будет трубочка с яблоками ты ты потом когда сжимаешь ты их так типа ну протирай да чтобы она посклеивалась так как у пельмени если ты лепил кота ты лепил пельмени ну так что был этот самый 92 какой-нибудь там год 91 голодный мы тогда дом много чего делали а самар как муслим чавкать яблоком ну давай покажи финальный результат это змею тоже слепил да вот здесь вот такая не не да это не доделал но нормально не 1 1 с доски и как-то лучше сумма у нее тот 10 должна быть точно с это короче ну все ты не не разболяживай уже так давай я прямо с доски переложи ну закручивай теперь закручивай змею свою закрути уже но хватит хватит но мне жалко куда я делаю эти яблоки уже яблони убирать уже нарезали еще теперь выкинуть если я не хочу например сейчас и он у меня на нас открыты из пошлого раза а нас и кому отдать врагу может быть как там было типа 1 завтрак съешь сам обед поделись другом а ужин ужин самый нажористый отдай врагу как это так ужин жон самый это снос ночной такой чесночная картошка жор когда наступает ну короче как то так чудесно как в ресторане как в ресторане лучших домах парижа и лондона посмотрим на наши крендельки как бы это странно не звучало как вам крендель очки видите они похоже ничего не изменилось не изменилось не спеклись кондельки то может я оттуда добавляю жар может не такой поставил как вы думаете то что нам тут не хватает этот уложить мне кажется может быть неправильный жар поставил что не должны были уже давно быть даже хотя нет так выключили так включили непонятно а там нижний противень она надо было все-таки на нижний противень поставить на мыслим а это верхней ну каш не понятно ну вот наш кулебяки тет о прямо не странно выглядит согласен ну можно вот эту переложить самый низ будет предполагать что снизу газ идет больше я не знаю хотя в этих нас современных газ на на везде распределяется вот сюда на самую нижнюю прямо чтобы вообще жарко стало вот так вот это нож через одну поставить так яблочки мне кажется это от сеть вообще не пойми что происходит мысли мы же не уже готовы ну достанай ну не уже столько или за что наш пенужись вот это да красиво так вот как раз тонкие по моему и готова ну а ну логично за 40 минут она уже должно быть и вот эти по моему яблоки мне кажется что вполне так сейчас дом поменяем локацию то что здесь неудобные заживы в тарелку нет наверх сейчас поставлю видишь как вот это как раз твердое тесто вот это вот там даже видно что просветит значит все готово что-то я пока оставлю еще на данную ну все а теперь накладываем на тарелочки ну шо она мне кажется да что они даже те что были сочнее еще выжили а те что были поменьше и как поддал жару пищу там еще потом те с собой положим открываем соус мама африка один из моих любимых кстати соусов как это не странно и последний еще один такой у муслима остался и все думаю что с африки их может быть уже перестанут завозить прямо там делали вот и собственно идея то конечно у нас покушаться сисончики до этого комендантского часа а он будет минут через десять вот так вот и еще воздушную тревогу объявили и муслиму еще нужно отправляться от меня в соседнее свое жилище вот так вот вот наша еда вся смотрите она прямо раскаленная что-то дадим муслиму с собой в пакетик мы сначала думали что она не готова потом присмотрелись на готова оказалась так что испробуем и у нас эти соусы кетч вот лапка тоже я делал весь тоже ну давай муслим то что время идет приступай необычно это подозрительно но похоже на пол сосиски в слоенном тесте тонком то есть так как и должно быть но немножко мужчина какая-то соуса вас цинкова он потом то смешивает специально так сделали но и нам видите не так как сосиски в тесте то есть там пышно тесто а у нас как обычно больше похоже на ну вот как раз вот как этим тоненькие с яблоком это тоже видите обмакиваю муслим ну не надо не умирай только сейчас вот муслим понимаете громко кашляет микрофон подожди не умерся в пороховницах я понял вот короче вот так выглядит готовая штучка сосиски в тесте по нашему вот этому купили тесто сосиски и сделали чем чем бы нет с острым горячим соусом ну короче горячая раскалена сиска только с полу жару вот она и в тонюсеньком тесте суховато чуть-чуть тесто тесто мы походу передержали то что думали что не готовая по цвету оказалось что мы его не смазали яйцом и она в итоге все-таки подрумянилась но мы еще во время его забрали то чтобы по времени могли бы и отвлечься вот такая у нас кулебяка получилось с яблоком видите но тут главная начинка карамелизированная все это и сгушаночка пойдет безлактозная заметьте безлактозная ну вот нам с ним откроешь сгушанку и попалить вот так вот вот так что всем приятного аппетита так перед этим перед завершением мы уже 9 часов 905 и 1005 мысли муж пара точно мучать комендантский час начался но не попробовать с пылу жары эту штуку мыслим не мог невозможно вот так вот выпечка сахар с яблоком тягучий стал такой именно карамелизировался внизу сахар под это по тесто попало такой стал конфетка леденцовая очень хорошо пошло сгущеночка добавляет приятности вот этот более удачный получился чем сосиски и либо он просто больше сладко любим ставьте пальцы вверх всем желаю приятного аппетита будем с вами прощаться с вами владимир вольский муслим вот это муслим вот красиво нас пирожки с этим муслим остается кушать пирожки я владимир вольский тоже кушаю пирожки подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх и до новой серии из жизни в одессе всем пока спасибо за просмотр давай раскрасить серый мир чтобы для нас он стал цветным наполнен ярких красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все способен